Должность генерального директора Дирекции Клайпецкого государственного морского порта с этого понедельника займет победивший в конкурсе Альгиз Ладыгас. Об этом сообщило Министерство транспорта. В конкурсе на замещение должности главы порта участвовало 13 кандидатов. Альгиз Ладыгас назначил на эту должность после окончания предусмотренной законом проверки. Пресса Таши Минтранспорта Алдона Гринени подтвердила, что новый руководитель порта получил разрешение работать со секретной информацией и все остальные необходимые документы. Как утверждает Министерство, главная цель, которая ставится перед новым главой порта – обеспечить гармоничный рост порта, активнее реагировать на вопросы, связанные с ограничением, а также лучше совмещать интересы порта и Клайпеды. Главе порта также предстоит работать над конкурентоспособностью в долгосрочной перспективе. А восстановление пассажиропотока и привлечение дополнительных грузов является еще одним вызовом, требующим активных действий, которые особенно актуальны в контексте коронавирусного кризиса. В минувшие выходные в Литве стало известно о 12 новых случаях заражения коронавирусом. На данный момент общее число подтвержденных случаев инфицирования составляет 1772. Выздоровели 1427 человек, болеют 256, скончались 75. 10 заразившихся коронавирусом скончались по иной причине. Из-за высокого распространения коронавируса на этой неделе все еще будет запрещен въезд предвожителям Швеции, Португалии и Великобритании. Для прибывших с Бельгии иностранцев будет обязательно 14-дневная изоляция. Граждане Литвы могут вернуться в страну из всех государств, но для возвращающихся из вышеупомянутых стран будет обязательно 14-дневная изоляция. Несмотря на отзыв карантина в Литве, министр здравоохранения Аурелию Свирига призывает жителей по возможности не организовывать личные праздники и отказываться от участия в них. Если же праздник отложить невозможно, организовывать его следует на улице и избегать приглашать лиц, входящих в группу риска. Вирус никуда не делся и риск на праздниках и мероприятиях очень велик, напомнил руководитель Минздрава. В мире продолжаются акции протеста против расизма. Суды Парижа арестовали более 20 задержанных манифестантов, принимавших участие в акции в субботу. Арестованных обвиняют насилие в отношении представителей власти. Некоторые подозреваемые кидали в полицейских бутылки и камни, другие стали участниками потасовок. Мирные шествия в поддержку движения за права темнокожих прошли в центральном районе японской столицы. О нарушениях не сообщалось. В мае, напомню, в ряде американских штатов начались массовые протесты, столкновения с полицией, многочисленные случаи мародерства и вандализма. Поводом стала смерть афроамериканца Джужиа Флойда в Миннеаполисе от рук полиции. Позже многотысячные акции прокатились по многим странам. Участникам, включенным в систему накопления пенсии в этом году, осталось меньше месяца, чтобы решить, будут ли они участвовать во втором уровне пенсионных накоплений. В фондах второго пенсионного уровня можно накапливать дополнительные средства на старость. До сих пор не определились почти 30 тысяч жителей Литвы. Им направлены соответствующие уведомления. В начале каждого года СОДР включает в систему накопления пенсии тех граждан, которые никогда ранее не участвовали в накоплении, не достигли 40-летнего возраста и работают по найму или самозанятые. В Клэбиде между так называемой горкой Симоной Титис и прудом Жарди открылся еще один углубленный и очищенный водоем. Предварительно из небольшого заболоченного пруда было выкопано 10 тысяч кубометров грунта, который был распределен по территории. Предварительно здесь были вырублены старые деревья и кустарники, а затем проведены и озеленительные работы. По словам заведующей городским отделом благоустройства Ирэна Шакаления, первоначально стоимость проекта составляла 158 тысяч евро. Однако, благодаря тому, что грунт не был вывезен, а распределен по территории, удалось сэкономить 47 тысяч. Эти деньги будут возвращены в фонд программы благоустройства окружающей среды, направленные на другие работы. Ирэна Шакаления также сообщила, что в этом году, вероятно, будет подготовлен проект приведения в порядок берегов реки Данге, а в следующем году проект планируется реализовать. Сегодня в Клайпиде преимущественно облачная погода, небольшой дождь, ветер переменного направления слабый, температура воздуха в течение дня 15-17 градусов тепла, вода в Балтийском море около 13, а в Курском заливе 20 градусов. Продолжение следует... Продолжение следует...